Мы поднимем первую, дай Бог не последнюю, Чашу мёда дикого за Сибирь великую. Тема груш закончить не могу. На участке номер 3. Груша декабрьская, да. Летние уже давно упали. Осенние созрели, мы их снимаем. А вот эта вот висит и падать не собирается. Груша декабрьская, вот она, вот она. Молодое дерево, первый урожай. Посмотрите, как они быстро растут. Переросты видели, какие уникальные. Сколько тут? 50-70 черенков. Ой, тут все 100 будет. Да, тут все 100 будет, они будут взяты на прививку. Вот, скучно нам не будет. Вот. Груши показать еще. Первый урожай. Вон они. В самой кроне. Вот они. Вот они. Вон они. И тогда, получается, что с ней проблем не будет. Вот, еще раз посмотрите, с другой стороны. Вот. посмотрите, здесь просто уже до полутора метров, даже некоторые сильно толстые для нормальной прививки, для массовых прививок. Вот они груши. Вот они груши. Вот они груши. Сделают интернет, или хотя бы вай-фай будет рядом. Все, я отключаюсь, потом еще сообщишь. Пусть, я забуду, пусть, давай, давай со своих. Извини, я фильм снимаю, неудобно. Со своих потом разберемся с собой. Давай. Так, ладно. Полюбовались мы на нее, на нее, и не хочу прерывать разговор, то есть фильм. Теперь смотрим сюда. А это что у нас, ребята, в рюкзаках? А это ничем не спутаешь. Память Яковлева. Вот она уже упала. Что нам с ней делать? Портится, мы столько съесть не можем. На рынок не носим. Вот она, вот она. Вот это. Ой, там еще больше упала. Сергей уже собирал, собирал, раздавал, раздавал с тем, кто у него саженцы покупал. Бесполезно, невозможно все. Ну, назовем ее осенней. Нарядная фигня. Память Яковлева, это осенний сорт. Так, откуда мы пришли? А, сейчас вспомню. Я еще покажу вам розмарин, который, к сожалению, нет. Или к счастью, или это ошибка, его мать родная не узнает. Ну вот, сейчас покажу. Хотя, речь-то шла о грушах, но пройти мимо этого розмарина невозможно. Невозможно. Ага, прошел мимо. Вот он. Что же это такое? Ну, то, что это немыслимое чудо, это само собой. Вот две, вот еще три штучки. Дерево третий год, видите. А вот еще. Для начала нормально. Потом попробуем, когда падает начнет. Явно сорт осенний или зимний. Вот розмарин у меня на том участке. Абсолютно не похож. Но я почему показываю, чтобы некоторые... Серьезно меня назвать нельзя. Ничего не записывается. Все на память, все забывается. По одной простой причине, что рядом нет обстоятельных ученых людей. Кто бы ходил, записывал, следил за садом. Потому что он не имеет в себе аналогов на всей планете. Вот видите, это привитый абрикос. Тут же маточные деревья. Вот они, маточные, маточные, маточные. Видите, вот это вот мелба супер сорт. А это квинти, тоже супер сорт. Они не опрыскаются. Они не поливаются. Они не удобряются. Единственное, с них берутся черенки. Вот это и есть маточный сад. Настоящий. То есть, если выжил здесь, в Сибири, значит, можно и нужно им заниматься, распространяя по всей округе. Ну и на последнее сейчас скажу. Где-то тут у меня, у Сергея. На этом смотреть уже не будем. Однолетние абрикосы выглядят вот так. Вот это ряд. Это непривитые абрикосы. Вот. Груши привитые. И вот там абрикосы же однолетние. Ну посмотрите, какие они огромные. Вот. А меня сейчас, в данный момент, как бы экскурсия по саду. Я хочу продолжить эту тему. Посмотрите. Привитые груши. Это все однолетки. Вот они. Вот. Один штамбик. Вот он. Больше ничего. Штамбик, 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 штамбик. И второй ряд штамбики. Вот они. Редко, но встречаются непривитые. Вот видите, одна непривитая. Попалась. Почему? Значит, прививка не прижилась. Но так как прививки на настоящие уссурийские груши, вот, то это означает, что у них уже в несколько поколений высочайшая биологическая совместимость. Им ничего не грозит. Они абсолютно здоровы. Вот. Вы бы видели, это несчастный темирядерский сад. Я ходил по нему, мне плакать хотелось. Вот. А заниматься с нами, с простыми садоводами, бывшими металлургами, строителями, никого в голову не приходит. Хотя наши сады лучше, здоровее. Вот наши абрикосы. Это тоже маточное дерево. Видите? Вот. Как они выглядят. Смотрите сюда. Вот. Это лучшие сорта России во всем мире. Ну, какие сорта. Уже раскомно набил этими названиями. Почему я остановился возле этой груши? Сейчас скажу. Итак, была две недели дождей, они еще не кончились. Сегодня только чуть-чуть сыра и накапывало всего лишь. Вот. А две-три недели сплошных дождей позади. И на них никаких следов. Парши. Вот. Никаких следов. Никаких. Вот. Это самая страшная бич для многих сортов груш. Происхождение груш это места. Я догадался, я вычислил. Где им хорошо и какие годы плохо, какие хорошо. Вот. Сверневой корень. Такой же длины, как вот сама груша. Вот она. За лето выросла. Сверневой корень. Кстати, прививку видели? Это прививка. Улучшенная и популировка. Вот она. Еще ближе покажу. И. Для чего я так говорю? Их надо переносить в тот же Тибирайзерский сад, который страдает от этой же парши невероятно. Но вина это не парша. Парша это следствие. Гриб садится уже на больные дерева, на больные листья. Вот тогда садится гриб. Совершена была дикая, страшная ошибка. Много десятилетий назад, а может быть столетий. И до сих пор она не исправлена. До сих пор обвиняют именно грибы всевозможные. Камикоз, манилиоз, паршу. Умудряются даже... Ну, наверное... В общем, нет. Никогда я не нашел ни одного болезнетворного гриба, который бы взял, сожрал молодое дерево. Запомните, друзья. Еще раз возвращаюсь. Никогда. Пока дерево здорово. Пока его не искалечили. Никакой гриб ему не опасен. Никакой. Вот. Это обязательно все должны знать. Но этого пока не знает даже Академия наук. Они считают так. Растет дерево, растет. Вот однажды на него напали грибы. И они начали листья жрать, жрать, жрать. Придумали десятки названий. Вот. И... Поливают миллионы тонн ядов, если брать всю планету. Наверное, сотни тысяч тонн ядов, если брать Россию. И все это зря. С левой бороться надо. Где тут рядом яблонька? Ага, вот она. Вот. Но только мы боремся, только когда деревья... А еще не исполняется первый год. Тогда только боремся. А потом все. Свободное плавание. Урожай дает? Дает. Значит, веткину прививку дает. А тратится время, силы, здоровье. Травиться самому, травить почву. Видите? Тля есть, есть. Дерево выросло, выросло. Урожай был, был. Вот. Ах вы не верите, чтобы урожай? Ах вы не верите? Вот эти, знаете, почему не собрали? Вот эти вот. Потому что побрезгали, мелочь осталась на земле. Вот поэтому. Вот одна яблоня, вторая яблоня. Вот. И беда заключается в том, что мы калечим яблоня собственными руками. Вот это все. Смотрите, видите, где синие кипятнышки? Это я срезал и замазывал синей краской масляной. Вот. И несмотря на то, что замазывал, не помогло. Дерево начало умирать. Из-за обрезки. Если ветки не обрезались, вот они, то и дерево ничего не сделалось. И оно будет добито все равно. Посмотрите, как заманчиво взять эти ветки на, эту, для заготовки синку. Ну, пойдем к какому-нибудь позднеосеннему сорту. Где-то у меня тут недалеко. Кальвирь белоснежный. Там, по-моему, еще яблоки не упали. Их никто уже не собирает. Они вкусные, но их никто уже не собирает. Это я вам жалуюсь. Вот мы идем через питомник однолетних. То есть всего срок однолетних прививок абрикоса. Видите? Вот мы идем. Вот. Смотрим сюда. Вот. Смотрим сюда. Смотрим сюда. И вот это наш холк. Скоро, если не продать это все, то такие заросли будут. Это будет тихий ужас. Вот. Это все на продажу. Вот они. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Весь урожай практически погиб. Они уже лежат. Они уже пульсуют. Что я потом сделаю? Когда они еще полежат, я их соберу. Семечки с них возьму. Вот. На продажу. И желающие выращивать яблони и семечек. Немного, но такие есть. Вот. Ну что, посмотрели? Ну, наверное, наверное, на этом и все. Благодарю за внимание. А, кстати, это подрастает. Следующий год прививка будет. Абрикосы. Их садят специально густо, чтобы они в меди не росли. Один из секретов всему свету. Так, все, друзья. Наверное, вы устали меня слушать. До свидания. Ну, еще раз посмотрите. Здоровый. Я случайно сюда подошел. Абрикосы здоровые. 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 Абрикосы здоровые. Здоровые. Фаина. Мой единственный в мире супер сорс, потому что тройной гибрид. Вегетативный гибрид. Его не может быть никогда. Он носит себе и чихает на то, что считает, что это невозможно. Вот. Та же, как была у Мичурины. Когда ему говорили, не бывает яблони-груш. Вот. А у меня, пожалуйста, тройной гибрид. Вегетативный. А какой, как повезет тому, кто купит это дерево. Вот. Ну, благодарю за внимание, друзья, теперь просто еще надо прощаться. Устали уже меня слушать. Вот. Я горжусь Сергеем Железовым. 14 лет он сделал первую прививку. 14 лет. Вот так вот. Все. Моя гордость. Питомник этот, моя гордость. Он уже выращен полностью его руками. Академик. Посмотрите, выше моего роста. За один год. Прививка на Манжурис. Поливы были, тут сюда шланг достается. Но редкие. Некогда. Вот. Ну, все. Наконец-то. Точно до свидания. Тони. Академик. Тони.